и всем привет мои дорогие друзья подписчики и зрители моего канала меня зовут александр и это я даже не знаю что это подкаст не подкаст но давайте назовем этот цикл видео спин-офф вот как видео в фильмах есть но то есть ответвление сюжета так и будет и у нас ответвление сюжет от сюжета а именно я буду рассказывать для своих подписчиков для тех кому это интересно что да как у меня происходит на сервере ну к примеру сейчас у меня есть изменения поэтому я лучше их покажу в отдельном видео чем буду записывать все это в видео ну во первых я снес свой дом и построил новый как вы уже поняли сделал такую табличку фридина на мишань уже забрали и еще здесь прирученный джакоба был и ник понятно дело приручен говно я предлагаю таких людей банить либо как-то пускай они сами придумывают как там сколько раз я делал допустим под под пин-код все свои постройки перезаклеймить всех своих динозавров и создать нового персонажа но в целом предлагаю всех таких и умников назовем их так парстом долбоебов вот банить чтобы не было всяких дебилов я проник не про то что там кто-то что-то томит и так далее я проник а вот так с ним в общем что это за место здесь будут динозавры которые мне нафиг нужно здесь тоже фридин один написано если что вот так же как и здесь здесь будут динозавры которые мне не нужны допустим я притомил кого-то да и мне он больше не нужен я усва загоняю снимаю клеймо и все он мне не нужен он будет здесь стоять как говорится кормленный он будет здесь стоять а либо кто-то кого-нибудь пришлет и так далее я буду сюда ставить то есть любой может подойти забрать и без хлопот либо удалить их если в админу будет вылетать мином мимо можешь удалить спокойно так что без всяких проблем и хлопот площадка для телепортации я оставил здесь вот и кстати котел я оставил специально для того чтобы показать то что типа сейчас пасха все дела и это типа создается только в котле это вся фигня ну по сути это все фигня и нафиг это не нужно так 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 все выкидываем в общем площадка для телепортации я оставил на улице птичка пускай здесь лежит ну а я вам покажу что у меня за домик ну во первых домик когда поставил два прожектора освещающие спереди во первых домик у меня он не достроены пока что и я специально показываю ночью и потом уже включимся днем чтобы показать каков каково это идем ночью вполне освещено как говорится снаружи а потом лучше днем покажу здесь у меня два входа по сути они ведут в один и тот же холл там где у меня стоят динозавры такие маленькие динозаврики которые поместятся здесь ну до данном моменте они у меня все здесь помещаются так что они у меня все здесь стоят дальше идет вот такая вот лесенка подъем лево-право ведут они опять таки же в один тот же вход ведут на маленький балкон кстати птерчик у меня сидит вот здесь вот вот он в смысле вот здесь то так смотрит вперед вот и вот он мой тушканчик здесь получается есть выход на балкон который ведет к двум кристаллам для симметрии тупо и прожекторам которые смотрят вперед освещает так сказать кстати вот эти вот двери это обычные тепличные двери у которых 100 хп всего лишь я потом уже только заметил когда стал вот эти вот двери устанавливать просто я думал что за дверь я поставил оказывается обычный тепличный поставил здесь у меня просто обычные сквозные окна и давайте поднимемся наверх здесь у меня стоит реактор как видите ли как вы видели с той стороны ничего не видно так как вы увидите почему а вот а здесь моей стороны абсолютно все видно я решил сделать такое обычное большое окно ну и не знал куда реактор поставить решил поставить его прям сюда с этой стороны как видите идет стена я сначала хотел уголок себе оградить а потом решила что на гаражу полностью от уйду так как слишком много чего нужно ставить здесь я оставил все нужные механизмы и инструменты для себя поставил две балк печи так как поставил вот эту вот элементал форш но это полная г по простому говоря пока элементал форш стряпает 10 металла это стряпает 40 металла поэтому я установил их две штуки вот ну и здесь собственно все по стандарту также установил тогда здесь у меня стоят две кровати одновременно и к сожалению я поставил эти кровати позже сейчас немножечко объясню здесь все то же самое по ресурсам и так далее ресурсы не ресурсы так сказать ну и собственно холодильник так вот в чем а суть следующего сейчас бомбежа будет огнем покажу домик и пойдем немножко бомбиться сучу чем на острове кое-кто заспавнился и если по простому элементаль и получается пошел убивать его он меня оглушил трайк на очередной и домики свой снес к соответственно кровати я тоже снес кровать я не поставил рядом бегал дифлозавр дифлозавр заводил меня элементарью на элементаре ему почему-то было пофигу потом элементарь очнулся и все как бы хорошо но суть в том что пока я пытался и а отлично джакова завалил ёптвыж налево вот это меньше пролагала по жесткому не понял прикол интерфейс не показывается чтоб не мешался в общем пока меня пролагала а а а а а я помер то есть я не успел очухаться я помер мне дифлозавр рубил ну думаю ну ладно окей а пытался дойти до телепорта и четыре раза я спавнился и четыре раза я появлялся на территории с которой нельзя было выйти к территории мы вернемся в общем суть в том что я опять потерял весь лут я просто не смог выбраться я добрался до телепорта как вы знаете о точно в общем спавнился я здесь а телепорт у меня стоит здесь и в общем все четыре раза я спавнился на территории а вся проблема была в том что на этой территории с территории нельзя выйти и вся проблема была в том что мне нужен был благо 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 там был карна который дрался с двумя черепахами они меня все четыре раза убивали и как бы все хорошо суть то дело в чем в том что кровати не было я не мог заспавниться соответственно я мог только через телепорт уйти потом все таки заспавнился я вот здесь кое-как 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 получилось у меня здесь заспавниться а именно вот на этом пляжу и тогда я уже через телепорт вернулся но лут понятно делал уже и сейчас к этому вопросу вернемся уже днем сейчас наступит день я покажу как выглядит домик и более конкретно вам покажу и расскажу что да как кстати почитал тут чат и что то там у людей зашла речь за реактор и я немного не понимаю в чем у людей проблема если допустим они смотрят мои видео то что проблема с реактором то вообще не должно быть ставишь реактор ставишь кристалл и все и тем более это показывал в серии не знаю ну и питается он от обычного топлива не знаю в чем у людей проблема но да ладно в общем светает уже потихонечку и и кстати точно я сейчас тушканчику вкачал оглушение именно оглушение появилась способ вкачать оглушение и оно ни капли не увеличилось я не знаю в чем прикол но оно ни капли не увеличилось напишите в комментариях что это за оглушение если вы сами знаете почему оно не увеличилось в общем давайте я вам покажу домик вот такой домик получается как видите здесь идет крыша скос идет полностью был здесь прямой я решил полностью скос сделать вот и как видите вот на то самое витринное окно которое с этой стороны не просматривается а с той стороны все хорошо просматривается здесь я еще хочу сделать полную крышу наверх вот либо еще что-то придумаю с крыши пока что я еще сильно не придумал что с этой крыши сделать и поэтому она осталась вот такой вот пока что плоской просто вот но в целом пока что домик такой какой он есть потом уже нужно будет начать делать обруливать все стенами и так далее вот ну а сейчас что погнали уже туда про что я хочу вам рассказать и на что стоит обратить внимание администрации потому что это точно неправильно я после этого уже когда после этого инцидента как говорится на жопу штаны натянул и уже погнал смотреть в чем прикол почему я не мог выйти с этой территории но я понял что я бы никогда в жизни с этой территории не вышел и я бы элементарно бы опоздал то есть по сути если бы я там появился там сюда добежал переплыл бы даже добежал бы до телепорта я бы успел ну уж извините четыре раза заспавнился в полной жопе это уже оно за себя само говорит и тут два варианта данному человеку я скажу кто это что за трайп и данному человеку два варианта либо сократить территорию либо его просто надо забанить и удалить не забанить просто удалить все постройки вот это единственное так сказать два варианта которые нужно смотрите начинается территория вот она пошла территория и погнали я вам покажу территорию это все нескончаемый забор идет забор идет вот еще заборчик нет там закрытый заборчик а вот он заборчик и вот он заборчик даже по воде не выплыть вот он заборчик напоминаю здесь спавнятся нубы в большом количестве то есть здесь спавн очень много спавна и вот когда я вот это увидел то что здесь просто тупо все закрыто я понял что тут два варианта либо человеку удалить все постройки чтобы вот эти вот все заборы исчезли либо он сам убирает всю постройку что для его количество динозавров ему достаточно будет оградить вот здесь вот территорию его жму и все вот в этом месте я никогда не спавнился это во первых а во вторых этой территории ему будет вполне предостаточно вот и кстати насчет того что динозавры не уменьшают фпс был такой не был в комментариях а притомленные динозавры точно так же уменьшают фпс а именно просадку да возможно это на сервер никак не влияет но это влияет на людей которые пролетают пробегают мимо суть в том что фпс уменьшается означает повышаются лаги я вот сейчас смотрю 13 фпс смотрю туда 40 фпс твою мать 13 фпс и 40 в море смотрю вообще до 45 поднимается понимаете большое количество динозавров маленькое количество количество фпс а вот в общем вот он твой заборчик это и есть твоя территория все это один и тот же трайп toxic warriors поэтому тут единственный вариант либо уменьшаешь ты территорию либо твои постройки нужно будет все удалить есть такая функция в админ команде есть там удалить все постройки ну на край можно просто забанить человека это нарушает правило то есть по сути ты нарушаешь вот я вот здесь в этом говне спавнился я говорю благо вот карнаж видите вот спасибо ему я выбрался с этого дерьма я бы никак отсюда не выбрался здесь просто закрытая территория я никак отсюда не выбрался поэтому тут два варианта либо ты огораживаешь себе территорию потому что я уверен на 100% ты подписчик ну и либо надо администрации написать это в игре именно обговорить это потому что он просто тупо давайте окей давайте я щас весь остров окружу забором и вы ничего сделать не сможете вы не сможете выйти вот здесь пол острова окружено забором это разве нормально ты этой территории не пользуешься вообще она у тебя не забита у тебя все динозавры стоят там и это правильно что они у тебя стоят все в одном месте но суть то в том что ты слишком занял большую территорию и твой гигантизм на других серверах на англоязычных серверах приводит к бану данного человека который страдает этим гигантизмом бывали случаи бывали случаи бывали случаи я видел как просто исчезали то есть я при этом не участвовал но я видел как исчезали просто на пве серверах исчезали вот такие гиганты построек повторяю еще раз огораживай для себя маленькую территорию людям точно так же нужно где-то строиться а вот такие вот дела народ в общем про домик я свой рассказал в серии рассказывать уже не буду если в кому-то будет интересно просто буду отправлять их смотреть спин-офф номер один да я их так и буду называть Dark Survival Evolved спин-офф они не будут привязаны к сезону они будут привязаны к каналу в общем и своеобразно наверное подкастом можно будет его и назвать потому что вроде как еще и пообщались да и выговорился и пообщались в общем это слишком огромная территория для тебя одного да даже если у вас там 20 человек это слишком большая территория вам хватит и вот такой вот маленькой для такого маленького дома вам хватит такой маленькой территории в целом все уместится В общем эээ. я предлагаю что на вот это вот это все демонтаж сутки сделать и то есть после выхода в видео сутки в таки можно Ну а дальше уже решать с этим человеком что да где потому что это — неправильно В общем Don econ azo возмущения свое высказал сказал. Лут опять просрал, да. В общем, на этом уже и всё, пожалуй. Если я буду находить ещё таких же игроков, я их точно так же буду показывать. Ещё раз повторю, людей с дерьмовыми никами, типа как говно и всё в таком духе, нужно как-то от них избавляться. Если, кстати, один умник у меня в комментариях спрошу, как ты относишься, типа, к нику Морибота. Сразу же говорю, если ты это пишешь в комментариях, у тебя есть шанс полететь в бан, так как я уже с 40 раз говорил, то, что я ненавижу, когда коверкают ники. Да, если в ней специально, окей. Один-два раза, окей. Но, когда уже начинают специально, они летят в бан. Это, во-первых, уже летели. Летели народ, летел, всё нормально. Если такие персонажи будут появляться на сервере, я их предлагаю точно так же банить, так как это уже означает, что, ну, специально. Назовем так, специально люди делают данное действие. Так как это сервер моего подписчика, я думаю, это сделать намного легче будет брать нескольких людей, так как это, ну, назовём их хейтерами, окей. По сути, они так и есть. С никами, допустим, говно и всё в таком духе. Это уже хейтеры, вот так, на вертолётную площадку сели. В общем, надеюсь, положение на сервере изменится. Надеюсь, вы будете благоразумными и не будете томить по сотне динозавров, так как это всё равно идёт нагрузка, даже если не на сервер, но мимо проходящий человек начнёт лагать и будет умирать. Этот мир небезопасен и умереть здесь очень даже легко. Поэтому я рассчитываю на вас всех, на ваше благоразумие и на этом всё. На этом всё. Всем удачи. Всем пока. Всем счастливого и добра. Надеюсь, вы поняли, о чём я говорил. Ну и, собственно, конечно же, сегодня выйдет серия. Не переживайте. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok